В нашей студии снова гости и на этот раз очаровательная Виктория Патина, декоратор свадеб и других мероприятий. Добрый вечер, Виктория. Очень приятно видеть вас в нашей студии. Расскажите, чем вообще занимается декоратор свадеб, то есть что это такое, как, что это значит задекорировать свадьбу? Ну, это очень просто. Это любой праздник, в том числе свадьба, который нуждается в небольших, красивых, аккуратных деталях. И другой вариант – это когда мы украшаем свадьбу масштабно. Это, например, большое мероприятие, крупное, в большом зале, где много места, и, соответственно, можно сделать много декораций. Украсить потолок, украсить задний фон, украсить вход в этот зал, столы, на которых сидят гости, стулья также. Ну и любые вот такие мелочи, которые добавляют изюминку любому мероприятию. То есть задекорировать можно, в принципе, любое мероприятие. Мы привыкли, что свадьбы происходят достаточно часто, чаще, чем какие-то другие мероприятия. То мы говорим чаще о свадебном декоре. И, наверное, свадебный декор уместен в любом помещении. Я не ошибаюсь, это может быть и огромный зал, и какое-то небольшое помещение. Но все они нуждаются в декоре. Конечно. Если это небольшое помещение, то какой обычно используется декор? Если это небольшое, камерная свадьба, как сейчас говорят, то это обычно место молодоженов и столы для гостей. Какие-то цветочные композиции, раннеры, скатерочки красивые, салфеточки красиво украсить какими-нибудь цветочками. А если это огромный зал или это делается где-нибудь под открытым небом, то это уже совершенно другой декор, да? Он по характеру просто другой. Потому что чем больше зал, тем должны быть крупнее все детали. Иначе они будут смотреться как мушка. Их зритель не увидит, и на фотокамерах мы его не увидим. Поэтому все детали должны быть очень крупные. Крупные цветы, крупные люстры, крупные букеты. Это основное отличие. Наверное, вы начинаете свою работу с того, что создаете вообще общую концепцию этого мероприятия. И она включает, наверное, и идею свадьбы, то, как будут одеты молодожены, то, как будут одеты гости, возможно. Ведь такое тоже бывает, да? Что какие-то костюмированные все эти жуслы. Это сейчас уже современные модные тенденции. Раньше такого, конечно, не было. Раньше одевались все как хотели. Не было никакого дресс-кода и вообще никакой концепции, никакого стиля. Вот как бы их на душу положил. Сейчас, конечно, уже с развитием технологий и материалов очень много стало. Очень много деталей. И появилось такое понятие, как стиль. И сейчас, конечно, очень много. Очень много. Вот мы видим сейчас на видео, как украшаются салфетки. Это ваша работа, да? Да, это все в определенном цвете. Сейчас вот модно-пудровые оттенки. И цветы же вы тоже подбираете. И цветы, конечно, ну это, конечно, тренд. Живые цветы всегда, безоговорочные в любом случае. Это мы видим, вы зная, регистрация. Это тоже очень популярный и, наверное, никогда не выйдет из тренда. Ну это же очень классно, когда можно в хорошую погоду, тем более под открытым небом, чтобы все гости собрались. И не в каком-то помещении были, а могли погулять, подышать воздухом. И в это же время поприсутствовать на торжественном событии. Вот очень красиво, да? Как это называется? Вот это вы зная, регистрация сейчас. Вот где лежали колечки. Где лежали колечки? Ну вот раньше это была подушечка, сейчас уже это тоже стало не модно. Сейчас тренде. Всякие коробочки, которые декорируются различными тоже путями, в зависимости от нашего общего стиля. На самом деле очень много, да, как вы сказали, появилось разных трендов. И исходя из этого уже разных декоров, приспособленных под эти тренды. Но вы начали говорить о том, что вот раньше такого не было. Вы занимаетесь своей профессией уже сколько лет? Я занимаюсь вообще с 95-го года. То есть начинали вы в такое сложное время, да? Очень сложное время, да. Я, к сожалению, у меня фотографий нет в электронном виде, чтобы показать нашим зрителям. Когда не было ничего, и все магазины ткани тогда были закрыты. Я уж не говорю про цветочные магазины в нашей Сибири. И мы брали цветы с огорода, и ткани мы брали буквально с окон, дома с окон. И тогда закрылись последние ателье, и остались какие-то кусочки ткани. И вот по знакомству, как раньше у нас было все по блату, мы доставали вот эти вот кусочки, отрезы, которые остались. И вот буквально вот из этих мелочей собирался какой-то единый образ. И мы делали все из папье-маше, коробочки там склеивали. Буквально вот из подручного материала все было, потому что вообще ничего тогда не было. Но вот на самом деле сейчас очень много информации, много где можно посмотреть и подсмотреть идеи. Да, есть соцсети, где мы можем заглянуть, есть специальные сайты, журналы и так далее. А тогда, когда вы начинали, ведь такого многообразия не было, где вы черпали свои идеи? Знаете, где черпали? Тогда появились фильмы американские, и там были такие сюжетики, где они показывали свадьбы свои. Они были так вскользь. Но там я прям делала замедленную съемку. У нас раньше, помните, были видеодвойки такие с большими кассетами. И вот высматривали, высматривали все детальки, что же там такое вот у них красивое. Вот там я увидела, что существуют арки. И там я увидела, что у нас же раньше в Советском Союзе как было? Был ковер обыкновенный с вашими рисунками. На него мы рисовали слова лебедей, гуашью вырезали и вот наклеивали. Прямо на этот цветастый, вот ляпистый ковер. Там я впервые увидела, что это был фон из ткани однотонный. Эта идея мне безумно понравилась. И вот я начала делать сначала вот с этой фотографии, которую я увидела. Это американцы привезли ее вот случайно показать. И потом вот в видеофильме все, больше никакой информации не было. То есть на самом деле при желании идеи можно черпать откуда угодно, даже из фильмов, где свадьба вскользь показана. Да, конечно. После этого уже, когда стало больше информации, когда стало больше материалов, как вы стали трансформировать свою деятельность? Начала обучаться. Сначала появились книги по флористике. Потом меня сами нашли. У нас была такая раньше фирма. Грета называлась. Она одна из первых, которая начала обучать флористов. Они сами меня нашли. Сами мне предложили обучаться. Я прошла это обучение и начала с ними сотрудничать. То есть вы стали еще и флористом. Да. Только уже на профессиональной основе. И потом, о чудо, появился интернет. И все стало сразу космически развиваться. А потом сарфанное радио меня стали приглашать в разные рестораны нашего города. Это ведущие свадеб стали меня приглашать. И так вот пошла молва без интернета, без рекламы. То есть декоратор – это человек, который работает, наверное, в команде, да? Конечно, да. С режиссером, с ведущим и с теми, кто организует вообще свадьбу в целом. Ну, это тоже сейчас так. Раньше такого не было. Раньше просто все мне доверяли абсолютно. И я делала уже так, как человек. Просто спрашивала, какой цвет человек любит. Может быть, чем-то занимается интересным, что может быть, как-то подстроится под его вид деятельности. И раньше даже свечек не было. Сейчас вот мы смотрим, что все можно сделать своими руками. И различные виды свечей можно сделать. Выставить вот так вот красиво все. Какие вы больше любите декорировать мероприятия? Ну, свадьбы – это отдельная тема, да? Отдельное направление. А другого рода мероприятия вы декорируете? Да, конечно. Юбилеи там, не знаю. Минувшее воскресенье у нас был показ мод. И там тоже я декорировала и подиум, и фотозоны различные. Но юбилеи – это обычно фотозоны. Ну, также у меня был опыт, когда мы делали фон. У мужчины был юбилей, он рыбак. И мы прям делали такой пейзажный баннер и украшали его. И у нас там и удочки были, и другие аксессуары такие мужские присутствовали в декоре на столе даже. Вот. И очень популярно в последнее время еще стало детские дни рождения украшать. Ну, это более такой уже, конечно, декор. Там шарики, конечно, другая немножечко специфика. Ну, тоже вся наша тема. Вот. А можно самостоятельно, запланировав праздник, самостоятельно его задекорировать, украсить все, чтобы это было на хорошем уровне? Ну, чтобы прям вот на хорошем-хорошем. Мне кажется, нет, потому что, как в любом деле, здесь нужна опытность. Если вы хотите шить себе красивое платье, вы можете взять борду, выкройку, но не факт, что у вас получится с первого раза. Если вы никогда не держали машинку в руках и не умеете там строчить, не знаете ничего. Даже термины вы не знаете, чтобы понять, о чем говорит журнал. То есть всегда лучше обращаться к профессионалу, да, чтобы сделать классно? Ну, по крайней мере, за консультацией. У меня был такой опыт, был, когда девочки обращались и просили проконсультировать, помочь вот при их минимальном бюджете, ну, хочется людям что-то. И да, было такое. А с чего лучше начать, если человек планирует мероприятие? Ну, надо придумать общую концепцию. Идею? Идею, да. Если вы хотите, чтобы все было красиво и стильно, нужно сначала придумать стиль и цвет, чтобы люди заранее могли приготовиться. Платьишко там, продумать свой образ, макияж. То есть сначала идея, потом выбирается цвет всего мероприятия, да, к нему уже добавляются какие-то детали. Да. А какие детали обязательно должны быть, чтобы это было красиво? Ну, это место молодоженов, оно всегда украшается в любом случае. Даже если люди не хотят поставить какой-то задний фон, то стол молодоженов всегда должен выделяться. Вот в зал мы заходим, столы, 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 и сразу видно это место молодожена. Чтобы никто не сел уже туда лишний. Ну, конечно, никто не сядет, но чтобы вот оно имело такую эффектность, да, чтобы вот было помпезно, как-то выделялось. Все же украшают себя, да, на праздники. Так же вот стол молодоженов как бы украшается. А еще какие детали? Как машины, да, раньше мы уже украшали только машины свадебные. А сейчас, кстати, машины украшают? Украшают, украшают, да. Украшают, но сейчас немножечко... Почему это спало, такая вот общий фон? Сейчас машины все берут в аренду, арендованные машины украшать запрещают. Они царапаются, покраска машины дорого стоит, и живые цветы, чтобы туда положить, это вот все связано именно с этим. Сложновато, да? Сложновато, да. Поэтому украшается только тот зал, где будет банкет. Обычно, да. Это если для человека собственная машина, тогда вот я уже выезжаю и украшаю. И это тоже там есть уже много таких технических моментов, чтобы не поцарапать машинку, там, как это все спрятать, как это подделать подложку мягкую, в такой степени мягкую, чтобы вот вообще машиночка даже никак не пострадала после этого. Потому что у нас ветер, у нас дождь, у нас грязь, и это украшение обычно одноразовое, потому что потом это не отстирывается, и это получается затратно. А вот я так понимаю, что если есть какая-то идея свадьбы, да, или любого другого мероприятия, то повторение декора должно быть и в костюмах главных героев. Да, это было бы желательно. У меня был такой опыт, когда это была альфийская свадьба, например, да, когда жених с невестой прямо шили себе наряды в этом стиле. И это было очень красиво и стильно, и все гости были. У нас был лук, стрелы, ну, все, все было в этом стиле, было очень интересно, и самим гостям было очень интересно в этой сказке участвовать. У нас буквально полминутки осталось до конца нашей с вами беседы. Пожелания тем, кто сейчас организует какое-то мероприятие или свадьбу, вот коротко. Ну, прежде всего, я вам желаю хорошего настроения и позитивно мыслить, потому что от этого зависит весь успех. Даже если что-то у вас не будет получаться, и что-то сорвется, и что-то у вас не сложится, главное, ваше внутреннее состояние, ваше души. Если у вас позитив, если вы к этому отнесетесь с легкостью, и будете думать прежде всего о собственном празднике, а не об этих деталях, которые вдруг не получились, а тогда ваш праздник всегда будет на высоте, на вот этом душевном подъеме, и что бы там ни получилось, все всем понравится, и этот праздник для вас будет счастьем. Спасибо вам огромное. Я пользуюсь случаем с наступающим 8 марта. Вас тоже поздравляю. И напоминаю, нашим телезрителям с нами была Виктория Патина, декоратор свадеб и других мероприятий. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова